Ученики Малевича работают в тех поздних лет, значит, Константин Розыг, о котором мы уже говорили, видите, это все, в общем, перепевы, условные перепевы того, что делал сам Малевич в эти поздние годы, вот эти лица, без лица, вот они здесь тоже являются Унборской, вот самая такая характерная, вот эта работа, три фигуры, так называют, но это тоже и те, и все те же, просто не так мощно это выражено, как у самого Малевича, у Малевича просто все некое, я вот смотрю каждый раз на эти работы, как-то содрогание, как-то смотрит, а тут как бы все немножко декоративно, красиво, ну, что, не все владают такой силой и талантом, как Малевича, то есть практически никто, а ученики Малевича, они уже делают как-то попроще, приизящнее. И вот эти переработки, это тот самый Лев Юдин, о котором мы, так сказать, всю дорогу тут рассказывали, и вот эта замечательная цитата 18 сентября 1935 года, Малевич уже умер, он умер в мае, это как бы его, как бы ему и питать. Пожалуйста, очень радостно. Я бы хотела сказать, вам именурия похороны Малевича, это, конечно, было совершенно удивительное тоже событие, потому что они стоялись в Ленинграде в 1935 году, и для тела Малевича Суетин создал гроб, который напоминал вот как раз те самые архитектурные, о которых я упоминала раньше. Гроб потом подгрузили на такой грузовик, который был оформлен также чёрным квадратом, чёрный квадрат, это, конечно, был символ супермаркета. На капоте грузовик. На капоте грузовик, да. Да, 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 да. И эта процессия прошла через весь город, но если подумать о том, что уже происходило в 1935 году, это действительно было уникальное событие, и многим тогда казалось, что это были не только похороны Малевича, но и похороны всего авангарда. То есть это такое было эпохальное событие. Сейчас вот недавно были опубликованы очень интересные фотографии похорон Малевича, то есть такой удивительный. Да, потом его тело погрузили на поезд и привезли в Москву. В Москве его кремировали, и вот этот прах захоронили в Немчиновке, под Москвой, под каким-то большим дубом, куда Малевич имел гулять ходить. Туда они ходили с клюном, кстати, ещё одним любимым таким другом или учеником. И под этим дубом похоронил Малевич, там стоял куд какой-то. Вот здесь было написано, здесь лежит Малевич. Украшенный чёрным квадратом тоже. Красный квадрат. Но потом где-то в какие-то годы послевоенные, по-моему, это место перепахали, дуб срубили. В общем, сейчас место захоронения Малевича не есть. Нет, известно, его же нашли потом. Это всё ерундопол. Зато там рядом теперь есть пара Малевича. Я не знаю, как он нашел с вертолёта, там что-то светло. Нет, геологические эти самые. Геологические, там даже не логические. Делали разведку 15 лет и пошли. Да, знаете, людей, которыми занимаются, это, в общем, фантазия. Им кажется, они чувствуют, что там лежит Малевич, там главный. Нет, а урна же, как бы, почему они решили, что там остатки урны, там, да? А этот прах был помешён в урну. Пальчишки нашли, во время войны высыпали прах и урну бросили назад. А потом они, собственно, вот этими палочками как бы обнаружили, что в поле вот это вот оно есть. Ну да, что ещё есть такая любопытная история о смерти Малевича, потому что он знал, что он умирает от рака, поэтому он проектировал свои похороны. Вначале он хотел, чтобы его положили в гроб в форме самолёта. Креста. Креста или самолёта, так он говорил тоже, потому что многие, конечно, супрематические работы, они посвящены темами полёта, полёта в космос. Но он хотел, чтобы его кремировали, и такой гроб бы просто не прошёл в крематории. Так что у него было много интересных таких идей по поводу своей смерти тоже. У него было очень хорошее чувство юмора до самого конца жизни. Но ещё я хотела просто сказать буквально два слова. Мне кажется, вот этот последний раздел выставки очень хорошо показывает то, что, несмотря на то, что Малевич и его ученики возвращаются к фигуративности, всё равно супрематизм и их более ранние эксперименты с авангардом также отразились в этих более поздних работах. Несмотря на то, что они вернулись к реальности, вот эти эксперименты с беспредметным также отразились и на более поздних работах. Продолжение следует...